Ну и так, друзья, поехали мы сегодня с Леной на фотосессию. И подготовились с ней, конечно, тщательно. Появилась у меня эта неожиданно печатная машинка. Это какое-то, знаете, символическое событие. Я пошла в домик детского творчества, где решила вести журналистику с детьми. И зашла там в музей. Есть музеи различных старинных артефактов, вещей, связанных с педагогическим трудом. Вдруг, смотрю, стоит удивительная такая машинка Любава. Думаю, надо же, эта машинка, символ того, что я на правильном пути. Я в этот день пришла, между прочим, взять туда, набрать там группу. И мне директор показала хороший кабинет, пригласила меня, дала мне технику, даже фотоаппарат. Думаю, ну все, теперь с детьми мы сможем делать интересные проекты. Ну и, конечно же, она мне, Татьяна Сергеевна, меня старая моя знакомая, хорошая приятельница, позвала меня посмотреть ее музей. Много лет она его создает, собирает истории наших разных педагогов, людей, которые посвятили свою жизнь педагогическому труду. И, увидев эту машинку, я подумала, что это какой-то знак свыше. Как раз мы собирались делать съемку сегодня. И я говорю, можно я возьму ее для фотографии? Она мне разрешила. Я взяла эту машинку, положила ее в чемодан такой пластмассовый. Сейчас с ним поеду. И, в общем, сегодня у нас будет замечательный день. Я вам покажу его фрагменты, как мы делаем фотосессию с Леной. Как мы вообще все это, как это происходит. Очень интересный процесс. Сейчас все два дня сбора, подготовки всякого реквизита. Собирали разные артефакты, одежду. Ну, чтобы вот это было красиво, эстетично. И вот эта культура фотосессий, я ее в своей студии журналистики веду детям, подросткам, девочкам. И учу их, что это очень здорово. И что можно делать такие фотосессии, настоящие, сюжетные, со смыслами. Потому что это очень радует, это вдохновляет нас. Каждому из нас хочется, каждой женщине хочется себя проявить. Хотеть красиво одеться, хотеть какие-то украшения. И с этими, значит, своими проявлениями показать себя этому миру. Не в том контексте, в котором сейчас это модно, это стильно. А именно как хронология событий, какие-то вехи в твоей жизни. Вот сегодняшняя съемка, это определенная веха в моей жизни, это этап, когда я могу уже сказать, что да, я состоялась как писательница. Мои книги заказываются в всех городах России. Меня слушают, читают. И сегодня я прям накануне вот этой съемки пошла и отправила две книги Ирине в Подмосковье, город Озерки. И вот отправляя эти книги, на почте меня девушка спрашивает, о чем вы пишете? Про любовь? Я говорю, вы знаете, наверное, да, про любовь. Потому что все в нашей жизни есть любовь. Это очень важно. Любовь к людям, к ближним тебя, к окружающим. Любовь к своему делу, к своим трудам, к детям, к тем ученикам, которые к тебе приходят. Все это любовь, друзья мои. И мне бы хотелось, чтобы сегодняшний день, он тоже так запечатлился на пленке, как это происходит. Потому что мы обычно это все оставляем за кадром. Вот сегодня я вас немножко введу в этот замечательный день. Итак, поехали. Вот я собралась. Стою, жду Лену на такси. Одела этот вот платок. И сразу, знаете, вспомнилось. Это Оксаночкин подарок. Девушка одна, женщина замечательная. Прошла мой курс самодизайн. И вот этот вот платок-паутинку она мне подарила, выслала на Рождество. Я ее очень берегу. Это натуральный оренбургский пуховый платок в виде шарфа. Мне он очень нравится. Он очень такой теплый, душевный. А на улице холодно, снег выпал. Сейчас вам покажу, когда выйду. Сегодня достаточно холодно. Поэтому пришлось мне утеплиться для поездки. Мы тут выбираем и делаем локации. Очень тут интересно все. И сейчас Лена начнет работать. Наша Лена-фотографиня. И Лена Мирошникова. Сегодня главный наш герой. Вместе со мной мы с ней две героини фильма. Так что, девочки и мальчики, всем приятно. Ну вот, дорогие друзья. И мы сегодня в замечательной студии будем делать волшебство. Сейчас начнется волшебство. Волшебство. Ой, как красиво. Настоящее волшебство, это когда ты попадаешь в свой собственный образ. Получается такое необычное явление. Даже шляпка, смотри, такая же. Подожди. Подожди. Он не фокусируется. И я потом его нажимаю. Вот, смотри. Тянись к шляпке и смотри. А я тебя сфотографирую в зеркале. Стой здесь. Садитесь. Садитесь. Чуть-чуть отдали, чтобы у тебя свет, наоборот, туда. Да-да-да-да-да-да. Слушай, как красиво. Это солнце нам садится. Подожди, вот так сделай. Подожди, вот так, за мной. Мамочка, я настраиваю, ты замеряешь. На меня, смотри. Я подожду, я подожду, я подожду, я переворачиваюсь. Чуть-чуть, как у меня. Так, а сейчас вот так. Сиди. Я могу сейчас все пусировать. Нет, я должна видеть очертания, это не будет так, поэтому... Да. Да. Давай, подожду, чуть-чуть меняем. Я сажусь, да? Давай я тебе дам желтые тюльпаны. Пока, давай по стюльпанам тюльпанам. Попробуем платье. Давайте вернемся. Снимаем. Снимаем. Нажать на кругленькую. А, он уже снимает. Снимает. Да, только он чуть-чуть бы его вот так наклонил. Вот, все. Свечи, я еще свечи с собой пащила. А здесь все есть. Да? Да. Так. У нас только был. Ага. Сиди. Красиво получает. Красиво получает. Красиво получает. Красиво получает. Просто так колено. Вообще красава. Боже, красава. Я прямо в этом платье враю. Смотри. Смотри. Морочка, что ты там все плакали. Это изгустки. Ой, ой. Я здесь скручу. Так, кто? Так, кто? Пираметка деревянная. Пираметка деревянная. Пираметка деревянная. Пираметка деревянная. Питер поедет, а он в изнутрабокат? Анна, ты любой вообще! Я хорошо фонсирую! Сюда, с фонаря. Книжки, книжки. Книжки я почему-то тащила зря. Я тебе сказала, что я тебе хочу с книжками. Но ты говоришь, что ты вот так вот ждала. Ага, бери. О, я как раз рядом пошла. Давай, я сейчас учиться ходить. Книжками на голове. Вот, все. Вот тут даже в зеркало не смотреть. О, отлично! Вот так я взяла книжки и пошли. Так, иди, чтобы свет пал. Так, держать можно? И куда идти? Давай. Давай. Зачем нам? Сердце. Чуть-чуть пробели. Сделай шаг. Давай, я буду шевелиться. А ты будешь подвигать. Нет. Ты пойми, что ты шевелишь и я не успеваю нажать. Ну, давай. Я хочу, чтобы сзади тебя был свет. Давай, давай. Сюда, да? Да? Да. Где я иду? Где у тебя в свет? Что в свет? Ой, какой солнечный день. Когда нам светится, то мы так и в праздник. Одну руку давай. Нет, нет, жернись по мне от лица. Нет? И это по мне, жернись. И одну руку сделай сначала. Лиже к себе. Стой. С 5-2. Мы уже отфотали половину. Так, стой. Стой, стой, стой. Пошли. Давай сейчас... Я сейчас еще... Да, теперь вот как Лена у нас подработает за сними. Мы готовим следующую локацию, в которой у нас будут находиться уже наши артефакты личные. Моя картина с книгами. Петел Сергеевна картина. Ну и вот такая вот замечательная фотография Елена Мирошникова делает такую сказку нам. Миска, да? Нормально. Прокрасно. С столом как? Так и сидя. И печатают. Это было начало моей мечты точно. Вот эта фотостудия, я ее когда, знаешь, увидела, я сразу подумала, что... Даже смотри, плафончики, как у меня на даче. На которой Женька собирала, помнишь? Да. И я, ты знаешь, когда увидела эту студию, я сразу подумала, что вот эта студия, да. Потому что я всякие видела, а это в моем кантри стиле. Ну, очень достойно. Давай. Так, я пошла со спиной встану. Давай. Так, я пошла со спиной встану. Папографируй, как тебе нравится. Музыка кончится. Находясь в этой студии, я понимала, что вот оно, настоящее пространство писателя и автора. Это прообраз того состояния счастья, когда ты можешь творить, и вокруг тебя гармоничное пространство. Тебе хорошо. У каждого из нас должен быть такой домик писателя. Комната, в которой мы можем заполнить свой дневник. Можем подумать о внутреннем, о том, что ценно для нас. Каждый из нас нуждается в капельке тишины, во фрагменте личного счастья. И у каждого из нас должна быть такое маленькое креслице и маленькое пространство для того, чтобы написать свою личную историю. Заполнить свой личный дневничок. Эта традиция заполнения личных дневниковых записей слегка утеряна. И мало кто сегодня занимается такими вещами. Но я хочу вам сказать, как автор, как художник, что все мои книги и все мои заметки родились из простых человеческих вечерних дневниковых записей. И каждый из вас может эти записи вести, анализировать, наблюдать свою жизнь. И потом непременно родится из этого блок, статья или даже книга. Да! Их, ну так вот. Удачи. Удачи. Удачи! Подожди, подожди, иди туда, встань. Чтобы картины все пошли. Давай, я сюда встану в своем платье. Давай, сейчас вот пишу. Смотри, я как будто танцую. Вот так, красота, я получила цветы. Ой, как здорово. Платье хорошее? Да. Вот это. И вот тут вот я сижу, вот так вот сажусь на креслице. Отличное креслице, кстати, вот такое я вообще хотела к себе в кабинет. Ну, может быть, мы с тобой будем потом делать студию. Вдруг фотостудию, то все-таки мы такой грант выиграем. И представляешь, мы сделаем студию, в которой можно будет все это снимать бесконечно. Да? Классно же? Как ты думаешь? Ну, так, стой. И хоть Лёха и сказал, что не надо работать? Не надо работать на традиционной кабинет. Имеет в виду, что на дяги надо работать. Да. Не на дяги, а делать что-то такое крутой проект. Понимаешь? Вместе будем делать. Крутой проект. Лена. Ну, мы с тобой сегодня... И детей вывозить. И куда-то возить. И Питер делать поездку. Представляешь? Как круто, да? Сегодня мы с тобой начали... Новый этап. Свой проект 20... Так, ноги мне не нравятся. Наоборот, вытяни их. Да? Свой проект. Сегодня мы начали проект 2024. Что это значит? Восьмерка? Бесконечность. Почему? Восьмерка в сумме. Да? Это год восьмерка, да. Это в этот год совершатся самые большие прорывы. Подняться. Вот смотри. Вот здесь я сижу на окошечке. Вообще. Вот так. Сейчас я только на солнышко сяду. Вот так и сижу. И смотрю на солнышко. Смотри, как классно. Так. Профиль он должен освещаться очень благородно. Подсвечивая только... Вот. Только твои прелести. То, что иногда этот жесткий свет очень не скарает. Так. Баба. И вот это наша замечательная кровать. Следующая локация, которую мы будем сейчас снимать, это кровать. Сажусь. Да. Да, это было начало пути к моей мечте. Красивый и светлый. И очень-очень вдохновляющий. А я по слову «очень» ничего не написала. Ну, я вижу. Это незаконченный предмет. Да. И сама его закончена. Лена, какая ты талантливая фотографиня. Я еще хочу тебе сказать, что сказала моя свекровь. «Она говорит, вот Лена – это королева. У нее всегда прическа. Она всегда при параде. Даже на даче». Я почувствовала, что я далека до такого идеального состояния. Фоткань. «Ой, мама твоя, спасибо». Да, а я думаю, ну вот какая же. Причем она никогда никому не говорит комплименты. Это был первый раз в жизни, когда она мне это сказала. Я так вас слушала, думаю, интересное мнение. Так что вот так вот. Ну вот видишь, и подушечки ты придешь ко мне, поймешь, что это мой любимый стиль. Я его очень люблю. Так, я хочу, чтобы ты легла на спину. Возьмешь вот так вот бабочку. Вот сюда, да? Да. «Я внимательно обглядела свои черные зрачки. Мне показалось, что она удивительная. Да, она была удивительная. Она была необычной. Я любила ее всем своим сердцем. Она была родная мне. Я вдруг заплакала, и вся моя многолетняя обида показалась мне злой шуткой. И ничего не было важнее того, что им позволяло себе совершить решение». Вот так смотри. Отлично. Круто, да? Книга. Круто. Круто. Ты чего ее перевернила? В подпись. Вон тут вообще-то тоже видно. Круто. Круто. Путо. Уважаем, что свет не горит. Я взяла... И мне взяла... Этого. Дома зажигенный сэштал. Чтобы как-то еще попали сережки. Давай так. В жемчугах. Хорошо? Сиди. Давай я его возьму. Давай я его так к лицу приложу. Отлично, да? Так, теперь смотри. Что можно сделать? О, одеть ним. Слушай, прикольно, да? Я прям как будто Дионис. Бог винограда. Только у меня не из винограда, а из салона. Идеи приходят тут же. Вот так. Хорошо? Сиди. Хорошо? Хорошо. Тебя я вижу только силуэтами. Да, да, да. Двигайся, а то за тобой... Сюда? Да. Давай вот так сяга. Нормально так? Да. Угу. Супер, теперь иди поближе, пофотай меня. И это солнце, да? Тебе будет? Лучше. О, давай за столиком, за столом. Ну что, господа, приглашаем вас к тебе. К нам за стол. Правда, стол наш продлится у нас дома. У нас есть замечательная бутылочка шампанского, которую мы с тобой сегодня обязательно выпьем, дорогая Лена, за то, что мы с тобой сделали такой чудесный проект. Благодаря тебе есть мои удивительные фотографии. И я пью этот бокал дома наполню за тебя, потому что если бы ты не загадала три года назад такую злоседку по даче, которая сумасшедшая и которая... Которая такая же сумасшедшая. Да. То мы бы не нашли друг друга в этом океане одиночества. Я хочу тебя поблагодарить от всей души. Я тебе сегодня подарю подарочек, потому что здесь все не привезешь. Ну, в общем, я тебе очень признательна. И теперь взять лица за столик. Слышишь, я пейсенький? Очень красивый. Давай. И... Будем обедать. Очень талантливый, между прочим, композитор. Ага. Лази. Будем обедать. Слушай, я дам пустая тарелка. Дам пустая тарелка. Давай вот так. Ну, здесь красиво будет в этом платье. Смотри. Все равно, ты не слышишь, все равно мне пустая тарелка. Ну, ты не работаешь, все равно мне пустая тарелка. Угу. 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 Спасибо. Ну, вся история. Так, хорошо я выгляжу? Да. Нежнее. Супер. 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 Угу. Супер. Супер. Продолжение следует...